И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было новых видеороликов, но сегодня появилась одна интересная тема, которую я бы хотел поделиться вместе с вами. Все те ребята, которые смотрят постоянно стримы, знают, насколько мне понравилось играть в последнее время в нашу игру. Ну а кто не знает, сегодня я бы хотел этому уделить видеоролик, рассказать, как закончился для нас этот месяц, что у нас получилось, так как видеороликов выходит мало, нету какой-то подробной информации, потому что в каждом видосе раньше я рассказывал какую-то частичку того, что у нас вообще происходит, как у нас там продвигаются какие-то определенные челленджи, что у меня получается добиваться в игре, но так как видосов выходит мало, никаких таких вот тем я давно уже не рассказывал. Поэтому хотелось бы сегодня на такую тему провести интересный видеоролик. Ну и если вам, ребят, нравятся видосы, если вам нравится смотреть то, что у меня получается делать, то обязательно поддержите его лайком, дабы я видел вашу активность и понимал, что мне стоит пытаться записывать больше видеороликов, потому что в последнее время идет акцент исключительно на стримы, исключительно на какие-то подготовки к турнирам. Плюс появляются стримы по тофам, я думаю, что сейчас как раз-таки на тоф-соло турнирах начнутся уже заключительные стадии, и я тоже попытаюсь как можно больше уделить этому внимания, потому что знаю, что большому количеству людей интересен подобного рода контент, интересны определенные интересные бои. Ух ты, там контейнер падает. Ну и, конечно же, со всем этим мне еще нужно будет как-то попытаться уместить как можно больше видосов, поэтому если от вас будет видна довольно-таки большая активность, я думаю, что в этом плане можно будет пытаться и стараться записывать больше годных видосов, потому что в последнее время даже есть определенные темы, но времени для записи таких интересных тем и контента подобного рода у меня нет. На чем же я хотел построить сегодняшний видеоролик? Давайте я начну, наверное, с того, с какое большое количество звезд у меня сейчас имеется. Вам кажется, что 3376 звезд это мало, или же я набивал больше? Но я вам могу с уверенностью прямо сейчас сказать, что это самое большое количество звезд, которое я набивал в течение месяца. Я нереально офигел вообще от того количества, как быстро они шли, потому что я вообще не делал акцент на данных звездах, я не старался их набивать, я просто играл матчмейкинг, потому что мне очень сильно нравится сейчас данное сочетание, которое вы видите, Hornet & Gauss, и все те ребята, которые смотрят стримы, понимают, насколько круто у меня в каких-то моментах даже получается играть, я даже сам это понимаю, и насколько легко по итогу можно зарабатывать и опыт, и кристаллы в этом матчмейкинге за счет довольно-таки грамотного использования данного вооружения. Я соглашусь с многими мнениями, то что это не такое уж простое вооружение, да, в каких-то моментах оно кажется изёвым, когда вы смотрите со стороны, как получается на нём играть, как получается его реализовать, но есть определённые ситуации, когда данное вооружение определённо не тянет, но я нашёл, наверное-таки, определённое применение ему, и сейчас для меня вообще не имеет значения, какая бы там бы не была бы катка определённая там карта, какой формат будет этой карты, как по мне, можно его реализовать везде, главное довольно-таки правильно отыграть на данном интересном вооружении. Ну а что касаемо звёзд, то у меня получилось в сумме за один месяц пройти, грубо говоря, два челленджа, потому что у нас сегодня уже остаётся 9 часов до окончания августовского челленджа, и у меня набито 3376 звёзд. Ну а для данного челленджа нужно было набить 1750 звёзд, поэтому, грубо говоря, я сумел пройти два челленджа. Да, понятное дело, я мог сыграть, например, в каком-нибудь другом своём аккаунте, понагибать на нём и поднять ещё один вот этот вот самый челлендж, но для меня это было явно неинтересно. Мне было очень интересно покатать именно на данном аккаунте, именно на этом вооружении, в фулл прокачке, в матчмейкинге, и даже при том раскладе то, что в последнее время в матчмейкинге не встречается большое количество интересных и скилловых игроков, всё равно довольно-таки прикольно проводить время здесь, в нашей любимой игре, да, у меня даже какое-то, ну, не знаю, воодушевление, вклад больше в игру, какой-то, ну, реально какой-то дополнительный мотиватор у меня появился заходить в эту игру и катать именно-таки в матчмейкинговых режимах, даже при том раскладе то, что и у нас падает и крит ошибки, и что-то не получается, и даже когда фокусят, бывает немного сгорает, но это вооружение вдохновило меня играть в какую-то другой совсем стиле игры, которой раньше я никогда не играл, я не играл в такие определенные сейвы, я не пытался как-то кемперить в матчмейкинге, при том, да, я не кемпер какой-то определенный, но данное вооружение заставляет играть по совсем другим правилам, по совсем другим стилям, и в очередной раз я говорю, что это крутое вооружение, на котором стоит пробовать играть, оно довольно-таки интересное, да, оно не совсем стандартное, если вы понимаете, о чем я, потому что, по сути, его можно реализовать очень-очень по-разному, можно попытаться и поиграть довольно-таки агрессивно на нем, попытаться постоять наоборот в дефе, можно сыграть от каких-то определенных кемперок, но самый оптимальный вариант все же играть и на полу-атаку, и на полу-деф, то есть занимать какую-то среднюю зону на карте, возможно, есть какие-то определенные моменты, когда стоит и зажать респ, но это нужно сделать более-более осторожно, потому что, по сути, на этом вооружении можно набивать большое количество киллов, при этом сохраняя УП, используя дрон, например, штурмовик, сейчас, правда, у меня одет спринтер, потому что вчера я там пытался реализовать другое интересное вооружение, давайте, даже мы его поменяем, но, правда, уже 15 секунд до конца катки остается, и при всем этом раскладе опыт набивать и зарабатывать звезды в ММ, ну, вообще не составляет никакого труда, да, грубо говоря, например, если я раньше, грубо месяц-два назад говорил постоянно то, что, блин, тяжело стало бить звезды, не так быстро все это дело получается, бывает даже, когда ты играешь 7-минутную полную катку, у тебя не получается заработать 6 звезд, потому что тебя там либо фокусят, либо не везет с таймингами, тебя нагибают хантеры за счет своих овердрайвов, и тебя просто это все дизморалит, и ты думаешь, да ну нафиг бить вообще этот челлендж, ничего не идет, не получается зарабатывать звезды, но когда у тебя получается играть подобного рода, ты постоянно, даже вот зайдя в такую катку, я вот не удивлюсь, если у меня сейчас получится здесь спокойнейшим образом поднять все те же 6 звезд, потому что я просто-напросто заберу здесь первое место. Я могу жестко постараться это сделать, а могу просто на расслабончике, постоять в какой-нибудь вот такой вот средней зоне, покидать урончик, даже там не ехать никуда, не увозить никакие флаги, пытаться наоборот подсейвить свою команду, и сделать так, чтобы игрокам было проще, наверное-таки, самим увозить флаги, и им больше не надо было ничего сделать. Им нужно было бы просто взять, увезти, а я бы просто в каких-то определенных моментах подсейвил, может быть даже вот, например, как сейчас, свой флажочек, может где-нибудь встретил даже кого-нибудь, но, блин, я вот сейчас, конечно, я так упустил флажочек очень далеко, можно было не дать вообще противнику ничего сделать, еще плюс жига осталась в спине, но, в общем и целом, даже когда вы проигрываете матчмейкинговую катку, у вас, например, не везет с командой, и, например, есть определенные вооружения, которые напрямую зависят от того, насколько удачно играет твоя команда, потому что, например, ну, не будет у вас получаться зарабатывать там большое количество опыта, если вы не будете увозить флаги, например, на каких-то определенных хантерах, диктаторах и прочих вооружениях, но на этом вооружении вы можете просто в глухую сливать катку, да, у вас ничего не будет получаться, но за счет реализации своей пушки, своего овердрайва, вы при любом раскладе все равно будете сохранять свою первую позицию и на изи-каточке уничтожать противника и за счет этого просто получать все те же 6 звезд и все будет вообще, ну, шикарно. Я не перестаю удивляться этому вооружению, я не перестаю радоваться, мне безумно оно нравится и я не знаю, что здесь можно было бы еще добавить. Я реально доволен тем, что апнули на Гауссе эту сводку, то, что пушка приобрела не просто вид какого-то грома, да, который просто наносит урон, или страйкера, который только работает за счет сводки, здесь можно как бы использовать и два режима, но все же в последнее время зажимать пробел намного-таки эффективнее, да, если даже на страйкере, например, с тем же бустером у вас в каких-то определенных моментах лучше все же пострелять по одному выстрелу, то здесь можно свести танку, грубо говоря, средний корпус за довольно-таки маленькое количество времени и быстро получить тот самый фраг. Что касаемо данного боя, то мы как-то жестко тут сливаем, меня запикало, конечно, за 4 минуты до конца этого боя, и у меня особо ничего здесь не получилось сделать, потому что очень-очень много я здесь решил побалаболить, ну и, конечно, если у вас не получается реализовать свой овердрайв, понятное дело, что большого количества опыта вы не заработаете. Но так как осталась одна минута, и я сейчас ухожу на респ, и до первого места мне надо дотянуть 115 опыта, я бы сказал, что это реально. Это реально. У меня есть овердрайв, и сейчас я попытаюсь это сделать, не знаю, получится у меня это сделать, но если получится, это будет довольно-таки круто, потому что по центру еще падает еще один овердрайв, ну ладно, я не буду тут его крысить, было бы неплохо, конечно, вот сейчас хотя бы начать убивать вот этого вот парня, и дальше уже смещаться на правый фланг, потому что респы сейчас у игроков явно здесь будут. Одного забираем, второго должны тоже забирать. Давай-давай-давай, парень, парень, на респ, хорошо, молодец. Можно здесь сейчас свестись, если я успею. Да, отлично, отлично, сводка работает, супер. Овердрайв заканчивается, аптечки у меня уже нету. Блин, здесь сводиться, конечно, было мне выгодно. Немножко придавил меня противник, 20 секунд остается до конца, 60 опыта осталось до первого места, и если бы мне сейчас бы повезло, пару хороших сводок я бы выдал, то я думаю, что здесь можно было бы забрать то самое первое место. Блин, уходит в сейф парень, а вот это было, конечно, очень-очень-очень-очень неприятно, очень неприятно, а если бы не ушел бы в сейф, может быть, у меня бы получилось бы здесь зацепиться еще за то самое первое место, но при всем этом раскладе я зашел за 4 минуты до конца данной катки, немножко уже начинаю заговариваться, и все же все равно сумел забрать, ну, не 6 звезд, да, я там говорил, что иди-иди 6 звезд, но все же, понимаете, тоже не фулкатка, и парень как-то чуть сильно увильнул от меня, и можно, конечно, списать это на нет, потому что еще при всем этом я записываю видеоролик и пытаюсь рассказать какую-то определенную идею. Надеюсь, вам понравился данного рода видеоролик, да, не записываю такое большое их, и в каких-то моментах уже начинаю больше задумываться, запинаться, потому что, ну, вы сами понимаете, когда ты записываешь постоянно видосы, у тебя уже вырабатывается определенное количество слов, да, и ты знаешь, в какой определенный момент что сказать, а сейчас бывают какие-то определенные ступоры, но я надеюсь, что это не особо смутило вас, не смутило всю эту общую картинку, поэтому, если понравился вам видеоролик, и вы не подписаны, например, на канал, то можете прямо сейчас поддержать меня, подписаться, также не забывайте нажимать на колокольчик, очень немаловажный фактор, дабы не пропускать видосы и не пропускать стримы, потому что большое количество ребят не нажимают его, а вы можете просто нажать, и вас будет уведомлять, когда будет, например, появляться стрим, либо будет появляться новый видеоролик. Ну и, конечно, напишите вообще в комментарии свое мнение по поводу и данного вооружения, по поводу челленджа, потому что, по сути, у меня есть еще определенная мысль записать в ближайшее, наверное, таки время видеоролик, который будет связан с грядущим сетяберским челленджем, потому что есть определенные там и мысли, на которые стоило бы подискутировать, я до сих пор данный видеоролик не записал, но не рассказал, поэтому я думаю, что если вам интересно подобного рода контент, и вы его поддержите, то мы попробуем набить очень-очень быстро сентябрьский челлендж. Ну а с вами был мистер Ванька, ребяточки, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok